Девочка-пай Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Петр Петрович. Здравствуйте, Льва Андреевна. Мы вас слушаем. Перед нашей организацией встала масштабная задача. Нам на реализацию поступил проект, в рамках которого требуется изобразить несколько прямых красных линий. Вы готовы взвалить на себя эту задачу? Конечно. Мы же это можем, Андрей Павлович. Да, разумеется. Вот у нас как раз сидит Петров. Он у нас лучший специалист в области рисования красных линий. Мы его специально пригласили на совещание, чтобы он мог высказать свое компетентное мнение. Очень приятно. Да, а это Леночка. Она специалист по дизайну в нашей организации. Она у нас молодец. Экономически с отличием закончила. Так вот, нам нужно нарисовать семь прямых красных линий. Все они должны быть строго перпендикулярны. И кроме того, некоторые нужно нарисовать зеленым цветом, а остальные прозрачным. Как вы считаете, это реально? Нет. Давайте не будем торопиться с ответом, Петров. Задача поставлена. Ее нужно решить. Вы же профессионал. Видите ли, термин «красная линия» подразумевает, что цвет линии красный. Нельзя нарисовать красную линию зеленым цветом. Почему нельзя? Кто нам запрещает? Давайте подходить креативнее. Не будем следовать стереотипам. Никто, конечно, не запрещает. Просто если нарисовать линию зеленым цветом, то назвать ее красной сможет разве что дальтоник. Дальтоник. То есть, в принципе, это возможно. Мы правильно вас понимаем, Петров? Скажем проще. Красную линию невозможно нарисовать никаким другим цветом, кроме красного. Петров, вы нас не путайте, пожалуйста. Только что вы говорили, что это возможно. Вы неправильно меня поняли. Так что же нам теперь? Дальтоника нанимать? А чем нам может помочь человек, не различающий цвета? И я еще не понял. А что вы имели в виду, когда говорили о линиях прозрачного цвета? Ну, как вам объяснить? Вы ведь знаете, что такое прозрачный? Знаю. И красные линии вы нарисовать тоже можете? Конечно. Ну, вот. Вы нарисуйте нам красные линии прозрачного цвета. И как должен выглядеть результат? Будьте добры, пишите, пожалуйста. Ну, Петров, ну давайте не будем. У нас что, детский сад? Кто здесь специалист по красным линиям? Марковьева или вы? Я просто пытаюсь прояснить для себя детали задания. А что тут непонятного? Что такое красные линии, вы знаете. Что такое прозрачные, знаете. Давайте будем решать реальные проблемы. Не будем опускаться до непродуктивных споров. Вы же профессионал. Ладно, бог с ним, с цветом. Но у вас там еще что-то с перпендикулярностью? Да. Семь линий. И все строго перпендикулярны. Перпендикулярны чему? А-а-а. Ну, как бы всему. Между собой. Ну или как там? Я не знаю. Я думала, это вы знаете, какие бывают перпендикулярные линии. Конечно. Петров же у нас профессионал. Перпендикулярны могут быть две линии. Все семь одновременно не могут быть перпендикулярными по отношению друг к другу. Это геометрия. Шестой класс. Петров, ну что вы прямо. То дальтоники, то теперь шестой класс. Давайте будем взаимобежливы. Не надо делать намеков и скатываться до оскорблений. Давайте поддерживать конструктивный диалог. Здесь же не идиоты собрались, в конце концов. Я тоже так считаю. Хорошо. Давайте я вам нарисую. Вот линия, так? Рисуем другую перпендикулярно, так? Ну вот. Подождите. Теперь рисуем третью. Она перпендикулярна первой линии? Да, первой линии она перпендикулярна. Но со второй линией они не пересекаются. Со второй линией они параллельны. Ну, наверное, да. Ну, так в этом-то и дело. Пока линий две, они могут быть перпендикулярны. Как только их становится больше... А почему у вас линии синие? Да, кстати, сам хотел спросить. У меня ручка синяя. Ну, так, может быть, в этом и дело. Вы нарисуйте их красной ручкой и посмотрим, что получится. Получится то же самое. Подождите. Вы же сами только что сказали, что рисовать красные линии можно только красным цветом. А сами рисуете их синей ручкой. Что, по-вашему, это красные линии? Вот-вот. У меня нет с собой красной ручки. Но я могу совершенно точно... А что же вы не подготовились? Знали же, что будет собрание. Мне кажется, я понимаю. Вы же сейчас не о цвете говорите, да? Это у вас про... Ну, вот эту... Как вы ее называете? Пер... Перпендикулярность линий, да. Она с цветом линий никак не связана. Все, вы меня запутали окончательно. Так у нас с чем проблемы? С цветом или перпендикулярностью? И с тем, и с другим. Я ничего не понимаю. Задача простая. Наши заказчики хотят всего-то семь красных перпендикулярных линий. Верно? Вот и Андрей Павлович тоже не видит проблемы. Я прав? Ну вот. Так что же нам мешает выполнить задачу? Геометрия. Ну, просто не обращайте на нее внимания. Вот и все. Просто не обращайте внимания. Петров. Петров. Ответь непросто. Вы можете сделать этот проект или нет? Его исходной формулировки нет. Мы от вас только и слышим. Невозможно, невозможно. А вы предложите свое решение. Вы же профессионал. Хорошо. Давайте я нарисую вам две гарантированно перпендикулярные красные линии и остальные прозрачным цветом. Они будут прозрачные, их не будет видно, но я их нарисую. Вас-то устроит? Нас-то устроит? Нас-то устроит. Только еще хотя бы парочку с зеленым цветом. Еще у меня такой вопрос. Можно? Можно? Вы не могли бы одну линию изобразить в форме котенка? Простите, как это? Ну, в виде котенка. Котеночка. Нашим пользователям очень нравятся зверюшки. Было бы очень здорово. Нет. Петров, ну опять. Хоть бы дослушались сначала. А то сразу нет. Я, конечно, могу нарисовать кота. Только это будет уже не прямая линия. Это будет рисунок кота. Понимаете? Не кота, а котенка. Такого маленького, симпатичного. Ну, вы же знаете, какие бывают котята. Да все равно не получится. Совсем никогда. А в форме птички? Ну, ладно тогда. Ладно. Так о чем мы договорились? Семь красных линий. Две красным цветом, две зеленым, а остальные прозрачным. Правильно я запомнила? Да. Вот и отлично. Тогда все, коллеги, расходимся. Еще вопросы есть? Ой, у нас еще есть красный воздушный шарик. Скажите, вы можете его надуть? Да, кстати, давайте это тоже сразу обсудим, чтобы два раза не собираться. Петров, мы это можем? А какое отношение ко мне имеет шарик? Он красный. Петров, так вы это можете или нет? Простой же вопрос. Могу. Хорошо. Тогда съездите к ним, надуйте. комментировать, если потребуется, выпишем. Ну, теперь все? Отлично. Продуктивно поработали. Всем спасибо и до свидания. А можно еще вас попросить? Вы, когда шарик будете надувать, вы можете надуть его в форме котеночка. А? Я все могу. Я могу абсолютно все. Я же профессионал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...